Япония всегда славилась тем, что идет на шаг впереди остального мира в плане технологий. Неблагоприятное географическое положение и необычные природные условия страны восходящего солнца сделали японцев невероятно изобретательной и эффективной нацией. Но порой их креативность и технологические изыски заходят слишком далеко, благодаря чему на свет появляются вещи, которые остальной мир находит странными и шокирующими. Привет, друзья! Меня зовут Максим, это второе видео о Японии. Уверен, тебе будет интересно узнать о еще более удивительных фактах об этой неординарной стране. Первое видео, кстати, набрало уже полмиллиона просмотров и 2500 лайков. Кстати, огромное вам спасибо за это. Если вдруг ты не видел первую часть, ссылка будет в описании. Ну что ж, начнем! Японки бреют лицо и руки. В Японии принято брить руки. Волосы на руках считаются чем-то жутко неприличным, и тем, кто переехал в эту страну, приходится приобщаться к этой странной привычке. Более того, многие девушки бреют лицо полностью, включая щеки и лоб. Некоторые делают это раз в месяц, некоторые каждый день дома, купив для этого специальные бритвы, которые продаются в местных магазинах. Огромной популярностью пользуется эпиляция всего тела, кроме головы, ресницы, бровей, конечно же. Весной салоны, которые предлагают подобные услуги, начинают активно рекламировать себя и предлагать скидки. Молодые японцы тоже не отстают. Они часто делают эпиляции в салонах, чтобы не бриться каждое утро, и чтобы лицо было идеальным. Подбревают брови и вообще тщательно за собой ухаживают. К примеру, тональные основы и накрашенные губы на японцы считаются абсолютно нормальным. Нет урн и мусорок, но все равно идеально чисто. Разные виды мусора выбрасываются в определенные дни. Например, пищевые отходы только два раза в неделю. Для этого выделяются определенные места прямо на улице. Пакеты кладутся под специальную сетку. Мусорных баков на улице практически нет. Если вы снимаете квартиру, то вы оплачиваете вывоз мусора. Поэтому многие японцы складывают даже мелочевку, вроде фантиков, в пакетики и носят с собой. И даже в некоторых детских садах мамы получают все грязные памперсы, которые были использованы за день их детьми. Маски на лице не только защита. Сегодня маски в Японии стали чем-то больше. В первую очередь это дань моде. Вы можете найти модель в виде мордочек, животных, красивых стильных принтов или любимых аниме персонажей. Бывает, что девушки прикрывают ими лицо, когда не успели или не захотели краситься перед выходом. Некоторые носят их практически не снимая, используя как способ отградиться от окружающего мира. Они будто сообщают другим, что не очень настроены на разговор. В Японии вообще люди настолько ценят анонимность, что даже в Starbucks не прижилась традиция писать имена на стаканчиках. Двухъярусные парковки, я думаю, не предел. Из-за огромного количества жителей вопрос экономии всевозможных пространств в Японии стоит чрезвычайно остро. Поэтому возле различных магазинов, супермаркетов и других заведений можно увидеть такие эргономичные двухъярусные парковки. Вообще, стоит отдать должное системе японского общественного транспорта. Учитывая, что по статистике на тысячу жителей владельцами автомобилей является 500 человек, в России, к примеру, эта цифра в два раза меньше, составляет всего 250 человек. Общественный транспорт работает, как швейцарские часы. Многие японцы пользуются метро, особенно в час пик. Удивительно, но в японском метро есть специальные вагоны для женщин, которые были сделаны специально для того, чтобы во время давки похотливые японцы не облапывали девушек. В любое время года ученицы средней школы носят плессированные мини-юбки с белыми или реже темно-синими или черными гольфами. В аниме школьницы носят очень короткие юбки, но в большинстве школ считается оптимальная длина на 15 сантиметров выше колена. Некоторые модницы в комплекте с мини-юбкой надевают так называемый loose socks, носки, которые делают лодыжки более полными. А иногда нарушая дисциплину, школьницы укорачивают юбки, подворачивая их или подшивая под долг. А немногим ученицам приходится носить под юбкой шорты. Дело в том, что в японских школах нет отдельных мужских и женских раздевалок, поэтому девочки сразу надевают под униформу одежду для спортивных занятий. А теперь, друзья, для вас вопрос. Сколько веков существовала самая старинная компания в мире? Одна подсказочка, она японская. Все свои ответы пишите в комментариях. Не забудь влепить лайк, подписаться на канал и вот это вот все. Спасибо за просмотр, до скорого!